Слаймовый дождь, все падают, все летает, героическая музыка, что же происходит? Ой, слушайте, а здесь я вообще ни разу не был, я даже нашел записку от Гобсона. Ну тут ничего интересного нету. Поэтому мы пойдем дальше, в какие-то уже пещеры. Да неужели я нашел опять какой-то интересный проход? Подарочек, да еще и закроющийся от 7Z. Вот это да. Как раз таки патч и добавляет вот такие подарочки по выходным. Давайте-ка посмотрим, что нам приготовит 7Z. Да это же глубинный соляной раствор и лавовый пепел. Конечно, не очень интересно, но ничего. А в подарочке у нас будет крутое розовое украшение. А еще прекрасный повод, чтобы пооткрывать закровищницу от 7Z. Потому как у меня совсем недавно появилась возможность открывать вот такие штуки. Пружинный автоматизатор. Интересно, интересно. Хорошо, я видимо прошел очень большой круг и прямо сейчас вернусь к своей ферме, да? Да, вот и моя ферма. Погнали в какое-нибудь другое место. Я вижу подарочек, второй по счету. Я столько пробежал, чтобы тебя найти, ты не представляешь. А из тебя выпадет еще одно такое украшение. Да вы поглядите-ка, что же я нашел. Это скалистый гордо, у которого любимая еда сердцевекла. Значит, я тебя легко закормлю. Давненько не закармливал обычных гордо. Давай, лопайся наконец-таки. Для тусовщика тоже оставить надо. Два подарочка выпало. Вот, понимаю, понимаю. Правда, украшения какие-то однообразные. Я уже не знаю, говорить ли вам о том, что я нашел это или не надо. Потому что тут ничего интересного не падает. Вот зачем мне это слаймовое ископаемое? У меня его и так очень много. А вот про подарочки я уверен, что вам интересно знать. Наше путешествие начинает подходить к концу. Потому как я уже в руинах, понимаете? То есть я происследовал всю эту карту. За исключением вот этих двух местностей. Вот насколько все плачевно, понимаете? Вау! Да, это же зеленая закровищница. А еще золотое и красное эхо. Хм, еще одно золотое эхо. Что-то их как-то много нынче стало. И еще одно. Я думал, это редкая штука. А не так, что на каждом шагу попадается тут. Не кажется ли я его вижу? Я видел там что-то очень большое. Нет, это обычный кустик. Ну блин. Но есть и плюсы. Я пробежался практически по всему беспредельному запределью. Найдя очень много интересных штуковин. Стеклянная пустыня. Приветствуй меня. Хоть гордо тусовщика я навряд ли уже найду. Но! Зато я могу найти золотой имбирь. Вау, подарочек. Давай, пожалуйста, что-то новое. Ура! Ртутное украшение. Иди ко мне. Честно говоря, я даже не ожидал, что это будет так сложно. Я думал, раз-раз и готово. Но нет. Сколько бы я тут не бегал, я ничего так и не нашел. Блин, вот если бы я сейчас упал. Ну, если ты будешь вот прям в самом конце игры, я просто офигею. Ну не может же такого быть. Да, не может. Все, идем домой. Я обиделся. Это, наверное, было самое утомительное мое занятие в жизни. Я так и не нашел этого города. Откуда ты делся? Не расскажешь ли ты мне? Но вы думаете, я так просто сдамся? Нет. Я проделаю еще один круг по всему беспредельному запределью. Пока не найду его. Знай, я тебя найду, как бы ты этого не хотел. Я уверен, что надо забираться наверх, чтобы видеть все, что происходит внизу. В том числе и нашу драгоценную цель. Юный паркурист, блин, нашелся. Который лазит тут по самым недоступным местам. Обстановочка сверху меня не радует. Ничего тут нету. Только очень интересные проходики. Стоп, 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 стоп. Мне кажется, или тут спецэффекты. Да, неужели я тебя нашел? Ты не представляешь, сколько я на тебя потратил времени. Я просто счастлив тебя найти. Пора тебя закормить. И ты ешь все, понимаешь? Да ты такой крутой. Я думал, мне придется для тебя специальную еду искать. А кстати, а как сюда попасть вообще? Что тут творится? Я ни разу тут не был. Но музыка такая прям тут, тут, тут сыграет. Ну все, я тебя закормлю. Ой, ты так легко закармливаешься. Эх, кушай, кушай. Лопай, лопай. Новая статья в слаймопеде. Вечеринка горда. А ты думал, слаймы не могут быть более отпадными? Нет, они... Ух ты, да это что у нас? Это слаймы с украшением. Круто. Если их собрать, то они будут уже обычными, да? Да. Но вечеринка продолжается, потому что тут остались вот такие тусовщики. И сколько подарочков. Даже радужное украшение. Вот это да. Все, на следующих выходных я больше с тобой не встречусь, понимаешь? Вечеринка окончена. Ну блин, почему такие украшения обыкновенные падают? Розовые какие-то. А вот зачем мне розовые украшения, а? Стоп. Я же тут проходил, вы понимаете? В самом-самом начале я тут проходил, и я его не заметил, понимаете? Эх, ну да, это же типичный фантомасик, который не замечает города, который находится прямо над ним. Ну а теперь можно смотреть свою добычу. Четыре ртутных украшения, десять розовых. Хм, надо бы украсить что-нибудь. Только как и чем. Тут точно будут два ртутных украшения. Чтоб они так приветствовали прямо меня. Вот это я понимаю, красота. А на тебя надо радугу нацепить, понял? Ты будешь радужным. Ты съел ее? А ну-ка отдай. Отдай. Ну ты и наглец. Понимаете, да? Он взял и тупо съел мое украшение. Ой, ну и что мне теперь делать? Оно было таким дорогим. Я хотел тебя украсить, значит. А ты взял и съел его. Обжора, блин. Украшения были успешно расставлены. Теперь мой дом выглядит более-менее красиво. Вы думаете, на этом веселье закончилось? А вот и нет. Без вас я немного позанимался наукой. И сейчас я готов сделать множество интересных штуковин. А на что мне хватит ресурсов? Вот что мне интересно. Да неужели мне позволяют ресурсы сделать кольцо для слайма бола? Конечно же я тебе сделаю. Ловушка горда для продвинутых. Нет, тебя я делать не буду. Я хочу обычную для начинающих. А еще пружинный автоматизатор. Сразу четыре штуки. Фух, можем начинать творить. Для начала надо определиться, какого я хочу словить горда. Предлагаю взять пастернак серебристый. Я не знаю, кто словится, потому что я уже забыл. Поставлю я его куда-нибудь вот сюда. Ты тоже будешь красоваться рядом с моим медовым гордо, понимаешь? Надеюсь, в конце серии я увижу что-то интересненькое. А теперь, на свою радость, я пойду ставить пружины-автоматизаторы. Которые позволят мне хорошенечко поиграться. Так обидно, что здесь слаймов нету. Но ничего, скоро я их сюда завезу. Тут будет мой райский уголочек. Прямо-таки место для отдыха. Целую минуту ты будешь ставиться. Хорошо, остальные три я пока что ставить не буду. А лучше пойду и поиграюсь в слаймобол. Все прекрасно знают, что такие жирные слаймы не помесятся в кольцо. А помесятся лишь дикие, розовенькие слаймы. Поставлю я кольцо куда-нибудь сюда. Ух ты, вот это оно, конечно, большое. Я думал, оно поменьше будет. Счет ноль. Интересно, я сюда пролезу? Да, я пролез, но счет не считается. Ну как это так, а? Знаете, надо набрать слаймов, много слаймов. И тогда начинать игру. Я же знаю, как щитерить. Я их тупо уже ловить не успеваю. Все больше и больше появляется. Я, видимо, баг игры какой-то нашел. Причем крутой баг. Бесконечное количество слаймов. Думаю, 100 штук мне будет вполне достаточно. Теперь надо узнать, как эта штука работает. Типа вот так будет нормально. Ух ты, все, игра началась. Вот это да. Вау, я понял, как это делается. Только это очень сложно. Это просто нереально сложно. Еще и музыка такая героическая заиграла. Я уже целых 12 раз попал. Я прям рекордсмен какой-то. Вот это я понимаю. Ай, тихо, тихо, тихо. Да я, блин, набью большой рекорд. Вот так, вот так. Я нашел крутую чудодейственную штуку. А, все, игра закончилась. Ну, блин. Эх, давайте еще раз попробуем. Вау, сколько тут слаймов. Погодите. Управление хаосом. Да, я тут заметил то, что я тут небольшой хаос устроил таким чудом. Игра началась. Вот это да, чудеса. Я нашел крутую тактику по выигрышу. Правда, что мне это дает, я не знаю. Я уже 30 набрал. 30 очков, понимаете? 30 слаймов попало в мое кольцо. Получится ли у меня набить до 100? Хотя нет, навряд ли. Я уже несколько промазал. Да и тут это практически нереально, потому что времени слишком мало. Еще и кольцо вертится. Короче, все сложно. Хрячь, хрячь, хрячь. Просто счет, счет. Она в ударе. Мне даже достижения дали за такое читерство. Ох, 71 счет. Давай больше, 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 больше. Ладно, даже до 80 не довел. Ну и ладно. Ну а теперь давайте попробуем не по-читерному это сделать, а как-нибудь по-интересненькому. Да не, это очень сложно, попадать как надо. Ну если не взлетать. Все, можем кончать с этим слаймы. Выходите в дикую природу и живите тут. Слаймовый дождь, все падают, все летает. Героическая музыка, что же происходит? Кстати, а что там с нашим гордо? Вот что мне интересно. Ух ты, да это же розовый гордо, вот это да. Теперь я хочу посмотреть, что с моей крутой пружинкой. Да уж, как-то она плохо работает. Ну ничего страшного, давайте еще 4 таких поставим, может что-то изменится. Тусовка, тусовка. Но надо потратить все свои деньги на драгоценный клуб. Как раз у меня 68 тысяч. На 2 улучшения мне точно должно хватить. Бесконечная гора 2. Мне дадут сердечный блок ультра. Обновление лаборатории и золотой метки выстрел. Мне интересно, что за золотой метки выстрел, а? Ух ты, эскиз бура для гиганта. Это что за интересная штуковина? И цвет такой интересный. Но мне не хватит на это денег, потому что у меня осталось всего лишь 3 тысячи после покупки моих интересных штуковин. Золотой метки выстрел. Ага, так это улучшение будет позволять закормить тебя и твоих сородичей, мой дружок. И при этом получить намного больше золотых плортов, представляешь? Но я хотел бы посмотреть, что там с моей лабораторией. Да, мне кажется, что-то тут точно изменилось. Как-то больше деталей что ли стало. А, еще тут куполы вот такие интересные появились. Только зачем они? Неизвестно. Ура, все построилось, можно начинать играть. Ну да, это, конечно, очень забавная история, но что-то у меня не получается. Может, это не для меня предназначено, а для кого-то другого? Так уж и быть, я приведу сюда целого слайма и посмотрим, как он будет летать, а не как я летаю. А ну-ка иди сюда, хищник. Давай посмотрим, как тебя будет подбрасывать. Ух ты ж, тут это-то улетел. Нет, ну серьезно, зачем ты так сделал? За что ты так с ним? Все, я больше не буду к этим штукам прикасаться до поры до времени. Я думаю, вы не поверите, но мои сюрпризы для вас не закончились. Я поставил в руины очень много буров, а в руинах они добывают не камень, а эхо. Так вот, сегодня я хочу украсить этим эхо весь свой домик. Заходим. Вы поглядите, сколько их тут. Вот один, вот второй, вот третий, вот четвертый, вот пятый. И там еще шестою. Ах, так ты еще камень добываешь. Желтая, красная, красная, много красного. Да и бриллиант выпал. Камень и ископаемое мне не нужно, вот бриллиант понадобится. Правда, очень обидно, что у меня только красная и желтая падает, а не какие-либо другие. К примеру, синяя. Ну да, аж вот это находка. 18 красного эхо и 4 золотого. Придется идти домой и делать что-то из этого. Но у меня тут на базе еще 7 золотого валялось. Так что можно начать украшать вот эти вот перила золотом, понимаете? Все, теперь моя база будет официально сиять.